Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем заниматься программированием микроконтроллеров ESP8266. Продолжаем учиться писать для них код. И сегодня мы попробуем передать какие-нибудь данные с нашего модуля по шине UART на ПК. С данным интерфейсом мы уже прекрасно знакомы из курсов занятий по программированию других микроконтроллеров, знаем протокол передачи, поэтому нам будет несложно вооружившись знанием функционала SDK настроить данный модуль UART и передать с него данные. Причем в технической документации на ESP8266 назван он именно UART, а не USART. Как мы привыкли, из чего мы можем понять, что данные периферии та же, что и других контроллеров, только здесь нет синхронизации. Также в технической документации мы видим, что у нас таких модулей UART целых два. Один у нас полноправный UART 0, вот здесь есть и RTS, CTS, то есть можно организовать аппаратный контроль, а второй поддерживает только приём и передачу, и у него уже аппаратного контроля нет. Мы сегодня воспользуемся вот этим UART, ну не только из-за этого, из-за того, что в нашем модуле уже микросхема переходник впаяна, и она соединена именно вот с этим UART нулевым. И через него же мы, через этот интерфейс, и прошиваем нашу ESP. Заявлено, что поддерживает с передачи данных аж до целых вот четыре с половиной мегабит в секунду. Ну, я таких скоростей не достигал, врать не буду. Ну, вот обещает, что достигает, видите. Но то, что мы через данный модуль записываем и считываем прошивку, это никак нас не напрягает, и никаких коллизий на этот счёт у нас не будет, так как в момент прошивания ПО в нашем МК не запущено, а в момент работы ПО мы ничего не прошиваем. То есть вот такая вот вещь. Также к нашей плате, к ножкам RX и TX, выведенных ещё и наружу, мы подключим логический анализатор для того, чтобы посмотреть, как у нас теперь будет происходить передача данных по UART. Модуль у нас тот же самый, мы используем NodeMCU. Вот у нас с микросхемой переходник, так что она USB наш соединяет с UART нашего контроллера. Теперь логический анализатор. Вот здесь буквально RX и TX, это именно они. И GND тоже рядом. То есть вот мы в нулевой первый канал. Белый будет у нас TX, а серый будет RX. Поэтому у нас всё очень удобненько с вами сейчас подключится. Я на всякий случай переобжал данные клеммы все у этого Dupon. Всё. Это всё готово. Осталось нам логический анализатор подключить к компьютеру, чтобы нам закончить с нашей схемой. Берём куда-нибудь и также подключить ещё и сам по себе модуль нам тоже нужно. К microUSB проводу, а через него также к ПК. Вот. И прошивать мы будем, и UART пользоваться. Также мы видим наш светодиодик мигающий. Ну, давайте отправим нашу платку, красиво подключенную в уголочек. И продолжим. Теперь можно заняться и проектом. В принципе UART мы знаем, всё мы знаем. Ну, немножко будем поглядывать и в SDK. Может и не будем подглядывать. Может вы мне и на слово поверите, что это именно так и такие именно функции. Проект у нас назван говорящим именем UART TX, так как мы будем только передачей заниматься. Сделан он был из проекта. Проект прошло занятие Bantan 01. Как делать проект из проекта мы знаем хорошо. Импортируем наш проект. Existing Project into Workspace. Вот. Если вдруг мы тут что-то не видим, то надо вот эту галочку ставить. И заново вот тут вот Enter нажимаем. Или табулятор. Всё. Deselect All. Я All жму обычно. И выбираю какой проект мне нужен. Всё. Проект импортирован. Давайте, прежде чем перейдём мы непосредственно к коду, немножко опять улучшим наш с вами make-файл. Потихонечку будем с утилитой make заниматься. Может даже урок отдельный не потребуется нам для этого по языку C. Может мы всё здесь и пройдём с вами. Ну, конечно, шучу я. Скорее всего урок ещё будет по утилите make. Она, я бы сказал, даже необъятна. Первым делом мы вот что здесь видим. У нас всё в цели All происходит. Поэтому мы с вами даже если ничего не модифицируем, вот сейчас мы попытаемся собрать проект, вот у нас все вот эти вот команды выполнились. Сейчас мы если ещё раз попытаемся собрать, они опять начинают все выполняться. Это не совсем хорошо. Поэтому надо всё разбить здесь на подцели. В одной цели мы будем с вами пока что единственный наш файл объектный собирать. Поэтому назовём её вот так. CRC mainO. Зависеть. Данная цель будет от mainC и от userConfig. То есть если мы в одном из этих файлов что-то изменим, то у нас пересоберётся наша цель. А соответственно и всё остальное также пересоберётся. Потому что дальше будет следующее. То есть практически мы сейчас с вами проделали вот что. Вот даже вот что. Наверное. Вот мы ещё тут mainC, mainS собираем. Ассемблерный. Ну пусть будет ассемблерный. Его по идее надо тоже вот здесь удалять. Но да ладно. Это потом мы разберёмся. Всё. Следующее у нас что здесь идёт. Мы собираем с вами архивный файл. Который будет зависеть у нас только лишь от одного mainO. Ну пока он у нас один, он будет зависеть от одного. Потом мы вообще с вами сделаем так, что у нас автоматически не нужно будет там например ещё куча объектных файлов и вот этих вот sources появилось и нам надо будет ещё цели и косяк дописывать. Мы это дело с вами автоматическими переменными там как-то будем решать с помощью них. Ну вот. И мы выполнили команды. То есть если у нас mainO изменился, если он пересобрался, всё, будет выполняться вот эта цель. Если он как-то не изменился, то не будет вот эта цель выполняться. Хорошо. Следующая цель у нас какая с вами цель. Вот upOut мы собираем. Ну и она уже будет зависеть, если изменится вот этот вот upA. Поэтому теперь вот здесь вот, а остальное мы оставляем в all. Поэтому мы смело можем с вами вот до этих пор всё удалить. Даже не до этих, вот до этих вот. Size я не буду. Отдельной цель. То есть вот это будет выполняться тоже не в любом случае, опять же. Ну вообще all да, в любом случае. Но тем не менее мы зависимость пишем сюда. Зависимости у нас будут, будет одна только. Вот через пробел мы ставим зависимость. Вот эту вот цель. То есть изменился вот этот upOut. Выполнится all. Вот так вот будет. Вот давайте сейчас пересоберём. Видите, у нас уже с вами только вот size build upOut. Только мы вот размер показываем и всё. А если мы сейчас что-нибудь изменим с вами в mainC, ну мы сейчас пойдём с чувством с толком расстановкой. Нам там всё равно менять-то что-то надо. Нам не нужен вот этот вот button4. Мы с кнопкой не будем сегодня работать. Поэтому вот это тоже не нужно будет с четвёртым пином. Вот это не нужно будет output настройка. И не нужно будет условия. То есть тело оставим, а саму оболочку не оставим. Всё. И вот теперь мы пересоберём с вами, то опять у нас все четыре цели выполнятся. А если мы вот сейчас пересоберём, то у нас выполнится только одна цель. Или вы заметили, наверное, что побыстрее выполнился. Только вот размер мы посмотрели и всё. Можно и размер даже куда-то тоже убрать, и он не будет выполняться. Ну, пока что вот так. Мы постепенно пойдём. Вот немножко мы улучшили makefile с вами. Отлично. Здесь ничего не трогаем. Будет всё работать. То есть если мы сейчас с вами прошьём контроллер, то у нас опять вернётся с вами светодиодная мигалка. Вот, как мы видим. Но нам так быстро не надо. Давайте вот в десять раз увеличим. Если мы опять попытаемся прошить, то у нас старый проект прошьётся. У нас не проверяется. То есть там надо в цели вот здесь вот прописать, чтобы зависимость тоже была от чего-то. Поэтому у нас, видите, ничего не изменилось. Поэтому нужно пересобрать. F7 опять и Flash. Затем UART. Что-то тут у нас не то. Пересобрали. Давайте Flash. Не знаю, что было не то. Сейчас всё то. Раз в секунду он мигает. Ну, раз в секунду зажигается, раз в другую секунду тухнет. Чтобы нам с UART работать, опять же, тут есть несколько путей. Ну, мы пока вот должны вот эту вот вещь подключить по-любому. Но, видите, она не видна. Потому что эта вещь, она находится у нас вот как. Смотрите, где D. Ну, где наш весь SDK лежит. Вот. То у нас Include вот здесь весь. Include, Include JSON. А этот Include у нас DriverLib. И вот этот Include. Вот. Сюда нам нужно показать. Во-первых, показать это нужно здесь. Чтобы ещё и красиво было. Мало того, у нас не соберётся. Но ещё и некрасивый знак вопроса. Можно только в Makefile добавить. Ну, тогда знак вопроса здесь будет некрасивый. Мы не посмотрим UART.each. Это тоже не солидно. Поэтому вот здесь идём CC++. Patchen Symbols. Вот. Я делаю вот как. Я якобы редактирую вот эту вещь. Копирую её. Буфер обмена. Добавляю новую. В отсюда копирую. Потом иду в File System. И попадаю в эту директорию. Иду на уровень выше. DriverLib. Include. Есть. Есть. Apply and Close. Вот. У нас уже ничего не подчёркнуто. Но если мы попытаемся собрать, у нас и не соберётся ничего. У нас потому что этого нету. Потому что нам нужно как-то ещё директорию здесь вот добавить. Не забыть в Makefile. Вот. Когда мы тут вот с вами собираем наш проект. Вот. У нас вот это вот. Всё идёт, идёт, идёт. JSON. А тут у нас подлиннее путь. Поэтому мы давайте ещё одну переменную создадим, которая будет у нас в SDK показывать вот этот Include. И вот эту вот переменную и покажем в качестве следующего INK. Только ещё одна вещь вот здесь вот. Многие потом думают, почему потом не собирается. Вот тут вот у нас... А, ну тут мы не посмотрим. Вот. Должны обязательно пробелы быть. Так. Стоп. А, ну да. Тут флаги. Всё. Здесь флаги. Здесь всё нормально. Вот. Сейчас всё соберётся у нас. Про пробел я потом ещё расскажу. Вот перед вот этими вот вещами. Вот видите, тут пробел не должен быть. Обязательно вот запятая. И сразу вот этот статик идёт. Если мы сейчас здесь пробел поставим, то скорее всего у нас... Ну, сейчас это соберётся. А если исправим, то ничего у нас не соберётся. Сейчас соберётся, потому что у нас не собиралось. Поэтому соберётся. Ладно. Дальше. С UART. Это я про тот пробел потом расскажу. Ну, давайте какой-нибудь сначала счётчик заведём. Вот здесь. Добавим такую переменную для счётчика. Потом мы добавим, давайте, вот что. Настроим наш UART. У него есть UART init функция. Видите? В которой мы в качестве первого параметра скорость настраиваем UART нулевого. В качестве RAW параметра настраиваем скорость UART первого. Ну, настроим всю 115-200 и того и другого. Но здесь какая интересная вещь. Он вот у нас вроде есть, да? Вот bot rate, всё такое. Но если мы сейчас с вами попытаемся собрать, то получится, что у нас не слинкуется. Почему не слинкуется? Потому что здесь есть, по-моему, даже целых три пути. Вот почему не слинкуется. Во-первых, функция реализации находится в определённой статической библиотеке, которую мы можем подключить и спокойно уже вызывать данные функции. Но второй путь, по которому пошли многие, это написать свои функции с такими же минами, добавить их, чтобы потом гибко настраивать наш периферий. Там уже можно всякие вещи, ну, типа менять чётность контроля, да, flow-контроль. Но нам это не надо. Поэтому для нас первый путь. Также второй путь можно подразделить ещё на 2a, 2b, в котором 2b есть готовый файл с исходным кодом. Вот здесь. Вот также в нашем msdk есть он у нас, ну, в том же самом, да? driverlib, driver. Вот uart c. И там все эти функции есть. Мы берём какой-нибудь или весь этот c туда uart, кладём к себе, якобы он уже там полностью наш, и начинаем там его править. Либо создаём свой uart c и какие-то функции берём вот отсюда. Вот если нам не все нужны, то берём какие-то. Но мы уже не можем использовать библиотеку статическую. Мы с вами пойдём по первым пути. Нам ничего пока править не надо. И нам надо уметь подключать статические тоже библиотеки. Мы будем когда-то их писать. И как их подключать, мы уже должны знать. Статическая библиотека находится у нас в другом месте. Вот в этом вот libe. Но мы сразу так вот не найдём, да, какая? Скорее всего вот этот вот loop-драйвер. Вот. Total Commander может как-то подсказать. Если мы так. Так. About. Нет. Он почему-то не подсказывает. Library header не читает. Потому что эта библиотека у нас не DLL. Он даже меня выбросил к чертям собачим Total Commander за такие проделки. Ну, он же не Cross Commander. Он Commander нормальный. То есть если я какой-то DLL начну читать, там экспортируемые функции, всё это читается. Главное, Total Commander мне нужен всегда. Так вот нам вот эту библиотеку с вами, я точно знаю, что она вот эта. Да, вот этот libe. Нам надо её в проект подключить. Как её подключить? Оказывается. При линковке мы где свой архивный файл. Вы вспомните наш архивный файл он тоже с буквой A. Но только он у нас как бы не библиотека. Он у нас такой исполняемый. Практически объектный, вшитый в исполняемый. Вернее не в исполняемый, а в такую себе библиотеку, которая потом будет не просто функции предоставлять, но там и старт происходит. Вот. И мы через пробел ещё добавляем и вот эту библиотеку. В микфайле. И всё будет у нас нормально. Вот тут и про пробел как раз. Вот у нас build. Да, вот когда мы LD, уже линковка у нас идёт. Даже может быть ещё и не совсем. Ну да, линковка. Это уже там сборка в бены. Там уже не то. Там уже tools работает. Вот здесь вот. Если мы вот так добавим, ничего у нас не получится. Нам нужно вот что сделать. Вот тут вот обязательно должен быть пробел. Тогда будет всё нормально. Всё прилинкуется, всё собирается, всё будет отлично. Вот. Всё. UART мы настроили. Ну и давайте теперь разберёмся, как нам вообще передавать. Давайте всё-таки мы в SDK-то зайдём. Так. Где у нас радиотехника электроника? 82.66. И здесь у нас non-auth SDK API. Ну, чтобы нам не париться долго, UART. Вот. Ну, пусти не. Он сейчас найдёт. Разберётся. Вот UART и NEED. Вот у нас как. Вот какие мы можем давать скорость. Ну, мы можем в принципе давать тут любые скорости. Ну, на какие ENA мы есть уже. Ну, обычно. Зато вот перечислены все стандартные скорости. Обычно пользуемся стандартными. Это не значит, что мы скорость меняем про ошивание. Там скорость мы выставляем, когда добавляем минус порт вот этот вот и минус B по-моему. Битрейт. Вот. Там мы всё делаем. Как передавать? Передавать можно тут по-разному. Причём тут не особо ещё и показано. Так. Тут буферы. Вот. Вот весь API, да? Ну, там много чего есть API. Вот если мы сейчас зайдём всё-таки вот сюда. Спокойно мы туда зайдём. Вот много чего интересного мы найдём с вами. SendStore. Можем вот этим вот передавать. UART 0 SendStore. И строк сюда добавлять. Но это не интересно. Нам интересно. Тогда нам надо будет объявлять какой-то буфер. Потом там использовать Sprint. Да ещё её и использовать нельзя. Я потом расскажу почему в какой-нибудь уроке. Но. Оказывается существует у нас вот такая функция с вами. OS. И она существует не тут. Она в другом месте существует. Вот она вот тут существует. Вот откуда мы с вами вот эту задержку нашли. Вот. То есть мы сюда пойдём. OS. Так. StarCat. Вот они все. И OS у нас есть вот. Printf. Да? Вот он. Printf+. Ну, скорее всего мы тут не разберёмся с вами. Она работает всё вот так же как функция обычный Printf в консольном приложении. Поэтому смело можем использовать вот таким-то образом мы. Вот. Смотрите. Да? Вот i. Ну, i у нас видите всегда равен нулю. Чего же мы будем всё время ноль отображать. Поэтому мы этот i с вами будем инкрементировать. И дойдя до какого-то пороха пусть он сбрасывается опять в единичку. Вот. Она в принципе вот этот вот весь код. Но весь да не весь. Flash. Flash. Так. Сейчас. Ну, пускай обномится. Нам нужна будет сейчас с вами терминальная программа. Нет. Вот такая не нравится мне. Это когда только макросы нужны. Вот такая терминальная программа. Ищем наш двадцать девятый порт. Всё. И 115200. Ну, в принципе, вот эти не нужны. Но они особо много не дают. Вот. Всё. У нас пошло там, да? У нас уже давно там всё считается. Ну, нам не интересно показывать с вами просто такую вот вещь. Давайте. Ещё есть в SDK куча разных системных вызовов интересных. То есть они возвращают кое-какую информацию. Давайте мы тоже такую информацию возвратим здесь. Вот после вот этого вот Sprint.fa. Вот такую вот информацию. Ну, мы не будем сейчас эти все функции просматривать с вами. Они чисто информационные. То есть вот это возвращает версия SDK. Вот это вот версия boot. Потом userbin. GetTime. Это такой time, сколько прошло не помню чего. Микро что ли секунд. Ну, давайте посмотрим. Ничего. Есть время. Немножко не сюда пришёл. Вот. HitTime у нас системное время. Это момент включения в микросекундах. А вот yetRts там, по-моему, у нас в десятых долях миллисекунд. Его уже там надо преобразовывать, во-первых, по-хитрым и по поясам. И плюс ещё надо время заранее устанавливать. Вот. Но мы всё равно отобразим. Пускай там идёт и то, и то. Время мы потом сравним. Вот. Чип ID здесь. Частоту процессора возвращает. Потом размер флеша, размер свободной кучи. Информация по памяти. Причём это такая вот функция, которая она сама там и sprint в себе вызовет. Всё там сделает. То есть уже сразу всё вернёт. Вот. Ну и всё. Здесь мы таймер сторожевой скидываем. Вот. Такую вот информацию давайте выведем. Так. Нет. Не прошьём, да? Забыли мы. Вот тут надо disconnect обязательно. Иначе не прошьёмся. Не забываем disconnect. Так. Клертата. Всё. Мы видим, там идёт процесс прошивки быстренький такой. Connect. Угу. Всё. Пошла информация. Это там, скорее всего, ещё когда 74 скорость была. Вот. Ну и давайте disconnect. Чтобы нам что-то рассмотреть, что у нас тут есть. 2.2.1 SDK, да? Infobot. Вот. Userbin адрес у нас с нуля. Потом время, вот которое прошло. Видите, как оно вот. Тайм был. Вот. Мы раз ведь в 2 секунды с вами. Вот пятёрочка. Вот семёрочка. Да? Вот они секунды. Всё-таки в микросекундах. Причём проходит, видите, не ровно, а больше. Ну потому что это вот тоже ведь всё занимает время. Если бы мы по таймеру запускали, то бы чётко всё совпадало. Ну когда будем с таймером работать. Причём таймер существует у нас аппаратный, программный. Вот мы там и посмотрим. Вот. Чип ID посмотрели. 80 МГц у нас частота. Size map это вот чего у нас. Size map. Так, так, так. Вот такой у нас, наверное, size map. Вообще должен быть по идее вот такой. Ну-ка. Мы сейчас посчитаем. 0, 1, 2, 3, 4. Да, вот такой вот. 32 мегапайта. 512, 512. По идее должен быть вот такой. Ну не важно. Нет, всё-таки, наверное, вот такой. Ну, работать будет этот size map. Всё будет там хорошо. Мы потом, может быть, будем жёстко назначать эту схему. Может не будем. Ну, Wi-Fi будет у нас. Всё будет работать. То есть я уже дошёл там до серверов нормальных таких, многоконнектных. LWIP мне пока ещё запустить не удалось, но кое-что удалось. Вот. Вот то, что у нас с вами тут вернулось. То есть у нас UART, как мы видим, нормально работает. Но мы забыли о чём? Правильно. О логическом анализе. Давайте посмотрим, как у нас. Не рвётся ли что-нибудь. Когда мы будем принимать, мы не посмотрим, не рвётся или рвётся. У меня тут рвётся что-то в компьютере. А это мы нормально посмотрим. Так, сейчас мы ничего с вами не дождёмся никогда, потому что триггер стоит не там. Триггер нам нужен вот тут. Ну, любой триггер. Всё. Теперь подцепились. Вот. Вот наш string 0068 и пошла информация. Ну, самое главное то, что мы видим, у нас вот всё тут непрерывно чётко. Вот у нас лишь только вот стоповый бит мы пропускаем и всё, больше ничего не пропускаем. Один стоповый бит у нас есть всегда. Вот так идёт у нас и передача. Итак, на данном уроке мы научились пользоваться модулем UART контроллера ESP8266 и передавать с помощью него информацию по отключенному узлу. Ну, с приёмом там будет немножко посложнее, так сказать. Ну, ненамного, в принципе. Поэтому, я думаю, разберёмся с приёмом. Ну, мы сразу с приёмом не будем разбираться, чтобы нам приём-то как. Ну, мы можем, конечно, организовать с вами эхо. То есть, что-то вот передавать вот отсюда и чтобы возвращал. Можно и так сделать. Ну, я планирую ещё по I2C сделать урок. Сначала, как всегда, с EEPROMO и с внешней, потом с дисплейчиком, чтобы можно было, вот мы сюда вот будем посылать, а в нашей микросхеме будет на дисплее это отображаться. Так что нас ждёт ещё интересного много чего. И, как видим, мы совершенствуемся с каждым уроком. То есть, мы уже можем писать свои прошивки. Вполне они работоспособные. Может быть, кто-то скажет, что тяжело, конечно, самому toolchain собирать. Ну, ничего, нормально. Я вам в этом, если что, помогу вот таким вот образом, как именно его собрать. То есть, я не думаю, что очень будет, так сказать, тяжело. Потому что есть всё и на сайте. Если что, вот уроки мои. Они вам, я надеюсь, помогут. Вот предыдущий урок. Пусть тут так. Где у нас самый первый? Вот тут я что-то ссылочку не сделал. Ну, если что, вот заходите. Не самый первый, а вот этот вот по toolchain. Вот. И здесь вот как что собрать. Тут всё чётко. Я не думаю, что это очень-таки тяжело. Опять же, мы это всё под Windows ещё делаем. Она вообще это всё как-то не очень рассчитана. В Windows вообще он не для сборок. Он же для, так сказать, праздных каких-то вещей, для игр, ещё для чего-то. В Linux это всё, конечно, гораздо проще делается. Но, так как я посмотрел по интернету, потребностей больше всё-таки у пользователей Windows, с которой Linux ещё и, ну, не совсем с ним, так сказать, знакомы, нормально. Поэтому работаем пока в Windows. И я вам обязательно в этом помогу. То есть, всё здесь вот, как создать, как чего сделать. Плюс ещё, пожалуйста, вот, если что-то в программировании не понимаем. Есть уроки. Вот. Программирование на C. Как установить вообще Eclipse. Вот. Всё тут по инструкциям, по функциям. Устанавливаем Eclipse. Что, откуда, как скачать. Вот. Как проект создать. Как make-файл написать. По make отдельно. Всё отдельно. Всё, пожалуйста. Так что смотрите. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Всем пока. Всего хорошего. Всем доброго здоровья.